Здравствуйте! Вы смотрите кулинарный проект «На твой вкус» на Артик ТВ. Программа для тех, кто любит хорошо приготовить и вкусно поесть. С вами Татьяна Юлусова. Финская кухня – это вкусные, сытные и аппетитные блюда. И как нельзя лучше подходят для холодного климата северной страны. Каждое блюдо несет на себе отпечаток исторического наследия. Финского народа, а традиционными считаются мясные блюда из оленины и дичи. И сегодня мы, как всегда, на кухне гипермаркета «Твой». С нами шеф-повар Игорь Голев. Привет, Тань. Привет, Игорь. Сегодня мы будем готовить финское блюдо, да? Финское блюдо, да. Расскажи, что. Селябь, где рядом находится, поэтому многие зрители вообще все любят эту кухню. Часто там бывают и пробуют. Ну, классическое то, что мы себе приготовим, то, что сюда можно попробовать, в принципе, практически в любом таком приличном кафе. В Финляндии это будет у нас сочная жареная оленина с нежным картофельным пюре и брусничным соусом. То есть, в принципе, ничего необычного мы сейчас делать не будем, мы просто покажем, как дома, очень, можно сказать, из простых, в принципе, продуктов, но только оленина, да, но она тоже, можно сказать, простой продукт для севера, можно приготовить очень интересное финское блюдо. Ты, я знаю, замариновал заранее оленину, давай расскажи. Ну, что мы взяли? Взяли оленину, да, оленина, окорок, да, может быть, любая часть, мягкая, да, мягкая. Поменьше, да, резать? Меньше, меньше, мы нарезали, как на поджарочку, да. Да, замариновали в специях, в специи у нас входит состав, здесь у нас можжевеловая ягода, тимьян, розмарин, зерно горчицы, паприка, соль, перец, ну, в принципе, можно подобрать, а можно при желании приобрести. Она называется либо приправа охотничья, либо для мяса, для дичьи. Ну, обычная, традиционная, какая есть в доме, да. Натерли, самое главное, без соли и немножко помариновали. Не солим. Да, сюда еще попавил где-то, ну, 4 столовые ложки соевого соуса. У них соевый соус такая восточная штука, но в Финляндии частично... Тут же они используют, да? Да, тут же оно используется, скажем, поэтому... Так, ну, давай, с чего мы начнем? Ну, что же, нам еще, отварили картофель, отварили картофель заранее, да, получили вот такую вот картошечку. Вот сейчас что нам нужно делать? Сейчас нам нужно сделать вот то самое нежное картофельное пюре. Ну, все, наверное, знают, как готовится картофельное пюре, отваривается картофель под соли на воде, да, там. Молочко, там масло, кто-то воду добавляет, кто-то как бы, ну, классически, да? Мы-то что будем добавлять? Мы будем добавлять сливки, поэтому ты бери сливки. Сливки я взял 10% жирности. Вот здесь. Не очень жирный. Не очень жирный, жирный не нужно, да. Теперь добавляем сливки. Добавляй сливки. Сколько раз? А я буду перемешивать. Вот добавь несколько, как бы несколько этапов мы будем добавлять, все, достаточно. Сливки мы добавили холодные именно, да, что если молоко нужно подогревать, И, да, чтобы сливки подогревать не нужно, добавили просто холодные сливки. Хорошо, хорошо так. Перемешиваем. Еще добавляем сливки. Ведь у нас картофель становится таким беленьким, таким все еще достаточно. Сколько грамм? 150, да, вот примерно? Ну, примерно, да. То есть мы взяли, видели, сколько картошки у нас было, тоже немножко картошки было. Ну что теперь нужно? Отрежь кусочек сливочного масла. Прямо вот такой хороший кусочек сливочного масла. Вот так вот отрезаем. Ну так, не пожалели. Да, нарежь его на маленький, ну просто вот так вот его нарежь, да, да. Доставивай. Да, обязательно. Все, в принципе, толочь мы перестали. Добавляем масло. Добавляем масло, да. Я все сразу добавила, правильно? Да, все, все верно. Ну это такая всем штука известная, это обыкновенный кандельский мешок. Держать тебе или это самое? Вот так вот подержи, да, да, да. Я сейчас буду вот так вот его удобнее. Мы будем как-то... Это для того, чтобы потом, да, чтобы нам удобнее было его выложить. Можно использовать обыкновенный пакетик, да. Как вот обычное кулинарное приспособление может использоваться еще... Котюпленький мы отдельно уберем просто. И отставляем пока. Оставляем сторонку, да. Все. Так, Игорь, я так понимаю, что пришло время для оленины. Да. Как мы ее будем жарить? Она ароматнее уже промариновалась. Масло какое-то? Ну что ж, масло мы будем использовать обыкновенное растительное масло. Берем сковородочку, наливаем сюда растительное масло. Но первое мы туда будем класть не мясо. Первое мы положим туда лук. Вот у нас белый лук. Половинка достаточно, да? Мы сейчас посмотрим в процессе, может быть, даже целиком. Нарезаем полукольцами его. Самый острый у нас это красный лук. Потом идет обогренный репчатый лук, который мы всегда... Ну, а потом уже идет белый лук. А по вкусам отличаются как-то? Ну, на остроту, а не как бы... Лук-то он лук, да, но просто дает свою остроту. Как обжариваем? Слегка или до... До золотистого цвета, да. Ну что ж, немножко зажарили лук, добавляем сливочное масло. Мы же добавили оливковое еще? Растительное. А, растительное. Теперь добавляем еще сливочное масло. Для того, чтобы сделать таким нежным, зажарочку нашу нежным, я же обещал, что у нас будут нежные кусочки... Ах да, нежные кусочки оленины. Итак, мы обжарили лук, добавили подсолнечное и сливочное масло. Сейчас у нас самый ответственный этап. Добавляем оленину. Добавляем нашу оленину, да, вот она. Мы предварительно нарезали ее. Как на обычную сливную поджарку. Да, прям, мельненько-мельненько мы ее сделали. И что, во-первых, это ускорит процесс приготовления. Ей нужно будет там крупные куски разрезать. Во-вторых, она так будет вкуснее. Игорь, вот скажи, вот курицу мы жарим недолго. Очень быстро она готовится. Вот с свининой дело обстоит сложнее. Вот оленину как? Оленина само по себе, да. Мясо, оно немножечко, все знают прекрасно, чтобы там мариновать дичь, да, там, конечно, оленину. Она жестковата. Она немножко жестковата. Ну, вот есть процессы, да, когда вот немножко подмариновать, да. Мы сейчас немножечко еще в процессе обжарим сначала хорошо, потом добавим вино. То есть, как бы потушим немножечко, да. Поэтому у нас все эти процессы, они будут зависеть на мягкость нашего мяса. То есть, на самом деле, мы его готовить не будем так очень долго там томить. Блю, как бы там и что-то еще. Но оно у нас будет сочным и нежным. А вино для чего добавляется? Во-первых, вино. Часто используют. Во-первых, вино, оно, ну, можно сказать, уже, если мы добавляем его в блюдо и подвергаем теплообработки, мы уже алкогольные свои свойства не содержим. Потому что любой алкоголь, он выпаривается. Либо мы поджигаем фломбирование. Да, во-первых, во-первых, чтобы насытить, да, придать определенный вкус. Во-вторых, как я и говорил, что когда происходит выпаривание, продукт восхищается изнутри. Да, то есть у нас пропитывается и мясо, любое, что мы там овощи не готовим, и у нас становится все это сочным. Это в чем дело? Здесь все не зря. Каждый ингредиент, он, у него есть своя роль в блюде. Обязательно. Немножечко добавлю. Так, я морской соли. И да, у нас входит состав соль, но я еще немножко хочу подсолить. А вот в соевом соусе мариновали, не будет у нас перебора? Перебора не будет. Может, все-таки чуть-чуть. Я добавил 4 столовые ложки, можно сказать, на сколько там, полкило, на 400 грамм оленины. Все равно лучше всегда в процессе пробовать. Да, в процессе все обязательно нужно пробовать всегда, и без этого никак. Сейчас хорошо-хорошо жарим. Так вот, посмотришь, не видно, что это кусочки оленины, да, на самом деле? Да, да, похоже на обычную. Обычно там что-то, да. Но по вкусу отличается. У оленины такой специфичный вкус, и с чем его не перепутать. Вот, даже если ты попробуешь сейчас мясо, оно готово. Оно жесткое? Нет. То есть, абсолютно нормальное мясо, да? Ну что ж, так же. Теперь его вкус улучшит, да? Немножечко приправы той, которую я добавлял, как я и говорил, что здесь курит тимьян, можно добавить смесь пяти перса, то есть, в принципе, то, что вы хотите. Слишком остро не должно быть, но пресно тоже, вот как сейчас, да, она не пресная. Это самое главное. Скажи, вот, в Финляндии какие вот блюда еще, кроме оленина, вот что готовят? Ну, конечно же, это все-таки рыба из лосося, да, это рыба. Это рыба, когда рыба ставится на досочку, да, и вот так вот выпекается, как бы полукоптицам, можно сказать, да. Это, конечно же, то же самое, что и в молочных соусах рыба, да, мы тоже показывали по-скандинавски, тоже делали что-то, да, вот, это может быть мясо, это может быть овощи. Ну, как жирное и... Нет, нет, кухня не жирная, в общем, хорошая, то есть, в принципе, те же самые супы, то же самое, это густые супы, да, если это идут, то же самое, это та же уха, да, поэтому все там думают, что уха на самом деле там это русская, ничего подобного, как же, да, там... А уха, я знаю, кстати, она считалась раньше не рыбной, ну, не рыбный суп назывался ухой, а мясной. Все верно. Пришло время добавить красное сухое вино. Есть 50 грамм, то есть, в принципе, немного. Теперь сейчас огонь у нас так же большой, ждем, когда все это вино выпарится. В принципе, мы... Наша ленина у нас уже, в принципе, готова. Мы заправили ее всем вкусом, все, что мы хотим. Она мясо очень сочное, вкусное, да, не пустое никакое, поэтому, в принципе, уже достаточно, да. Еще пропитается. Что еще сделать, чтобы оно получилось очень вкусным? Берем... Вот просьба будет такая. Я пока буду резать укроп, а ты прям бери... Нет, вот, ну да, вот эти сами веточки. Не будем добавлять. Да, палочку мы не будем добавлять. То же самое я делаю... Вечки и корешки разделим. Я делаю сукропа, видишь, да, я беру, как бы... Ну, они, да, они когда... Они, чтобы не были... Да, они будут мешать чуть-чуть, поэтому я хочу, это уже будет такой наш уже... Целый будем добавлять или порежем? Вот, порежем обязательно. Сейчас мы вот все вместе это сделаем, да, и мелко-мелко-мелко мы это порежем. Ну, просто иногда... И когда мы отключим уже, да, мы добавим уже непосредственно нашу зелень в нашу уже готовую оленину. Все, мы ждем, когда сейчас выпарится. Сомните, мы сюда ничего не добавляем, там, никакие ни сливки, ни воду, ничего, потому что мы отдельно приготовим брусничный соус. То есть, поэтому она у нас не... Да, у нас... Вино должно выпариться, и что прям вот она... Вот чуть-чуть она выпаривается, да. И прямо вот уже видно, что все, уже больше некуда... Некуда идти, все. Мелко-мелко. Еще меньше? Еще меньше. Профессионал еще. Итак, мы находимся на кухне гипермаркета Твой. Готовим сегодня оленину по-фински с ягодным соусом, да? И картофельное пюре. И картофельное пюре. Картофельное пюре у нас вот здесь вот готово томиться в таком конусе. Мясо мы пожарили, добавили зелень и лук. Оно у нас тоже уже в стороне томится. Сейчас мы будем готовить соус. Да, нам приготовить теперь основу. Ну, можно сказать, соус – это основа блюда. На самом деле я соглашусь полностью, поэтому это будет соус. Что нужно сделать? Ты мне немножко поможешь. Подержи вот так вот ситочка. Ягода брусника. В принципе… У каждого мурманчанина наверняка с осени в холодильнике, в морозилке есть пакетики с ягодами. Где это-то завалялось, да? Да, с ягодами. Так, протираем на ситочку, да, через сито. Выдавливаем сок, да? Просто протираем. Нам нужна мякоть будет сейчас, да. Для ленивых еще можно ли вот сразу это взять, вот чтобы не заниматься этим долгоиграющим процессом, блендером? Ну, надо понимать, что здесь мы используем именно сок и пюре, которое мы протираем без кожицы, да, так называемой. Поэтому, как бы, конечно, это все просто вкуснее. Это можно там не заморачиваться, взять все это, делать блендером, туда же там кинуть картофельное пюре, да. Сразу же. И мясо потом завалить. Получится такой крем-суп из-за ленивых. Мы все-таки хотим, чтобы это было эстетично, красиво и, главное, вкусно. Ставим на огонь, помешиваем, да? Угу. Добавляем сахар. Какая пропорция? Один к одному? Здесь все зависит от того, что вы хотите получить. Слишком сладкий не должен быть, да, потому что, но и не должен быть уже время, он должен быть и сладковатым, но не кислым. Больше ничего добавлять не нужно. Сейчас она растопится, да, она будет придаст жидкую консистенцию, поэтому... И все, больше никакие ни приправы, ничего не добавляем. Сейчас мы дождем до... Время скиллит параллоза будет. Нет, мы не будем добавлять никаких специй сюда. Мы сделаем натуральные именно, да, потому что именно в Финляндии, они вот именно, что хорошо, когда вы кушаете в тех странах, они не используют никаких добавок. То есть они не используют смеси в хлеб, то есть они именно натуральные. То есть обязательно дрожжи, мука, то же самое, что если вы делаете соус, никаких глютаматов, натрия, никаких что-то еще, то есть будьте спокойны. То есть свежий, натуральный? Да, свежий, натуральный. По минимуму. Это брусничный соус, значит, это брусника, там, может быть, вода, да. Конечно, брусничный соус мы сейчас немножко загрустием. Я сейчас покажу способ, как это сделать. А я вот только хотела сказать, он такой жидкий получается, да? Мы сейчас попробуем, да, мы сейчас именно на сахар. Сейчас попробую на сахар. Сладенько? Димка, считай, что добавить еще чуть-чуть. Он вот, когда, вот я сейчас попробовал, он идет сладкий, но сразу забивает кислым. Вот, должен быть сладенький. Больше сладкий, чем кислый? Больше сладкий, чем кислый. Что делаем? Снимаем секунду с огня. Делаем дальше вот что. Берем водичку. Буквально вот чуть-чуть. Берем картофельный крахмал. Это натурально, это ничего такого нету здесь. Крахмал. Буквально столовую ложку приблизительно. Да. Перемешиваем. Обязательно делаем в холодной воде. Растворяем. Растворяем, вливаем в соус. Так вот. Перемешиваем и прогреваем. Для того, чтобы соус немножечко, немножечко, он не потеряет ни цвет, он ничего, да, он чуть-чуть будет чуть-чуть густоват. То есть, это вот такой способ, да, как простыми способами, без добавления всякой там химии, да, какие-то там карагинанов, ужасных вещей, да, как там. То есть, натуральный крахмал, это натуральное, ничего в нем такого нету, поэтому кисель-то мы все любим, поэтому... Вот клюквенный соус, он такой традиционный, да, скажем, ну, можно сказать. А какие еще соусы? Ну, брусничные, соответственно, да, клюква-брусника, морожка, вот, поэтому малина, малиновый соус. Клюква-брусник, очень вкусный, да, 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 очень, вот все, в принципе, консистенция та, которая нам нужна, гуще не нужна, снимаем его с огня, соус горячий. Ну, и, в принципе, мы готовы полностью собрать наше блюдо. Так, сегодня у нас финская тема. Готовили мы оленину. Игорь, расскажи, какие продукты использовали? Ну, в принципе, все просто, мы приготовили оленину. Для этого мы на растительном масле обжарили белый репчатый лук, дальше бросили туда мелко нарезанную оленину, обжарили в районе 10 где-то минуточек, да, вот, промалинованная она была заранее, посыпали солью, перцем, и уже буквально все готовили 10 минут, буквально добавили белое сухое вино, белое-красное вино добавили, выпалили все это, вот, ну, и буквально за 15 минут мы получили сочные, нежные кусочки оленины. Мясо сочное, да. Несмотря на то, что мясо у нас все-таки необычное, сегодня использовали мы приправу стандартную, да, для мяса? Ну, приправу для мяса, куда входит тимьян, да, охотничь, куда входит горчица, куда входит можжевелая ягода, поэтому смесь пятиперцев, все классическое. Также приготовили картофельное пюре на сливках с добавлением сливочного масла, такое же дико-хорошего пюре получилось, ну, и с добавлением протерли ягоды в бруснике, добавили сахар, все это прогрели, развели кахмал в холодной воде и получили вот такой вот очень интересный брусничный соус, вот такой, как он... Ну, такой на кисте чуть-чуть попал. Он такой, в принципе, должен такой быть, да, да, консистенция такая. Сейчас будем все сервировать, Игорь, как в Финляндии сервируют блюда, по чуть-чуть вот есть, да, допустим, великат. Я сейчас покажу ресторанный, нет, я не большие, покажу ресторанный вариант этого блюда. Оленина в центр укладываем, нашу жареную, вот именно жареную, что не тушеная она у нас такая, да, как бы такая жареная картофельная пюре. Пюре у нас в конусе, в таком кондитерском. Ягоды, брусники. Все кульминация нашего, нашей сервировки. Ну что, в принципе, все просто, ничего. Например, делается так, отдельно у вас, получается, лежит пюре, отдельно у вас лежит соус, отдельно у вас лежат кусочки оленины. Взяли, вилочку, кусочки оленины, смочили в соусе, смесь с картофельным пюре и все вместе положили в соус. Наша сочная оленина с нежным картофельным пюре и брусничным соусом готова. Как вы успели убедиться, все это очень просто. Записывайте скорее рецепт и пробуйте приготовить. С мурмачами обычно готовят курицу, говядину, свинину, такие традиционные мяса. Но, как показала практика, оленина тоже интересная. Оленина тоже может быть вкусно приготовлена. В гипермаркете твой есть? Да, можно сюда приготовить оленину, картофель, бруснику и приготовить это блюдо в домашних условиях. Все это просто. Поэтому приходите, покупайте продукты, если возникает какие-то вопросы, задавайте. Мы всегда будем рады на них отвечать. Ну что ж, а мы встретимся в очередную неделю на телеканале Артик ТВ. Пока-пока. Пока.